Мы сейчас докажем две формулы. Разложение синуса в бесконечное произведение и разложение катанденса в бесконечную сумму. При этом, конечно, вторая формула верна для всех х, потому что катанденс для целых х, катанденс бх, неопределённый. А вот для всех остальных она верна. Докажем она так. Сначала вторую формулу, а потом из неё ничего не надо будет исследовать. Это потрясающе короткое и удивительно элементарное доказательство. Он называется «Приём неркнулся». Я совсем недавно узнал его из книжки, которая называется «Доказательства из книги» Айгнера и Циклера. Решение такое. Начинаем с второй формулы. Обозначаем левую часть, то есть бик от 1 с бх, в f от x, а правую часть – ж от x. Начинаем исследовать эти функции. Первое. Функции f и ж определены при всех нецелых значениях х. Потом докажем, что они периодические от периодом 1. Ну, давайте. То, что f от x определена, это понятно. Потому что катангенс – это косинус делённый на синус. А синус bx существует для всех х, кроме целого. Почему вот это предел существует? Ну, вообще-то это очень просто. Если у нас х не является целого числа, то парами 1x, какая-то причина, 1x делить на x плюс 10, и 1x делить на x минус, они объединяются как 2x разделить на x квадратную на синус квадратную на синус квадратную на синус квадратную. будет по мутиру меньше, чем единица делить на n минус 1 в квадрате. Вот. Ну, а такой ряд обратных квадратов сходится. Почему периодически? Для f это очевидно, потому что катангенс обладает таким устройством. Катангенс периодически периодом b. Ну, соответственно, катангенс b, x, периодически периодом 1. А вот для функции g все совсем легко. Смотрите, что происходит, когда x увеличивается на 1? Вот у нас g от x, это такая штука. 1 делить на x минус n большое, плюс 1 делить на x минус n, минус n, плюс 1, и так далее, и так далее, и так далее. Чем отличается x, также это, и так далее. Тем, что вот эти слагаемые на нишу длинутся. Исчезнет самая хранюливая, но зато появится. Но эти появшиеся слагаемые, это величины порядка 1 или иной. Одной вот такой, да? А когда с длинницей бесконечности, то это с длинницей к нулю. Значит, действительно периодическая. Так, первый пункт – это микроразмное упражнение. Второй пункт – это вообще упражнение по математическому анализу. Для самого-самого начала обучения давайте докажем, что если x стремится к нулю, только такая разность стремится к нулю. Для этого сначала просто посмотрим на 1x. Пи косинус, а, пи x разделить на синус, пи x разделить на синус, пи x разделить на синус 1x. Ну, для косинуса у нас есть кусочек реактивного, для синуса тоже есть. Получается, что стремится к нулю. Почему нас не интересуют другие слагаемые, а вот из-за этого? Потому что когда x стремится к нулю, то, понимаете, сумма даже таких штук будет стремиться к нулю. Потому что вот эта вот 2x выносится, а там получается равномерно сходящее средство. Второй пункт тоже приводит. Третий пункт – функциональное равнение для функции f. Но это просто вычисленное предметр. У нас есть определение, которое катандрица – это косинус 3 на синус. Надо туда подставить вместе x, x пополам, x плюс 1 пополам. Тогда вот у нас перейдут к величине. Потому что от прибавления к агументу величине f пополам известно, как меняются косинус и синус. И дальше вот здесь вот будет f на косинус, минус синус на синус – это косинус в двойного угла. А внизу двойку приписали сюда и сюда. Получился как раз синус неопределение x. А синус перебить с пополам. Здесь тоже 80 и x пополам. Извините за простая песка. В общем, доказали. Четвертый пункт. Такой же простой, как третий. Для функции g. Смотрите. Если взять единицу делить на x пополам плюс n и единицу делить на x плюс 1 пополам плюс n. Числитель из знаменателя может дана. То получится x плюс 2n и x плюс 2n плюс 1. И когда вы просуммируете и перейдете к пределу, получится. Все четыре пункта мы их прошли. Теперь начинаем идти. Если посмотреть на третий и четвертый пункт вместе и взять разность функций f и g, а также вспомнить о втором пункте и еще и о первом, то получится, что разность f от x минус g это функция. Нечетная. Периодическая спиритом 1 непреролитная. И стремящаяся к нулю при стремлении x к целому числу. Так, я здесь вот вызвала периодичность спиритом 1, поэтому этого было достаточно. И теперь думаем, она удовлетворяется вот такому разному функциональному уравнению. Теперь думаем, на отверстие более 1 функция должна принимать свое наибольшее значение. Посмотрим на и большее, в которой наибольшее значение принимается не только точек x. Но для разницы это такой же функциональный уравнение. Так тогда в точке x пополам и в точке x плюс 1 единиц пополам тоже будет то же самое наибольшее значение. Посмотрим на них, применим это еще раз. Итак, мы получим последовательность точек, потому что каждый разделит пополам, стремящуюся к нулю, и в которой функция принимает наибольшее значение. Но в нуле она равна на нулю. Значит, максимальное значение было ноже. Функция была нечетная, поэтому она просто везде равна на нулю. Мы молодцы. Мы доказали вот это вот точекотанденции. Пикотанденции в пи х, это 1 х плюс вот такая сумма слагаемых, видайство среднее из плюся, то есть это среднее из минуса, где пробегает потихонечку все объявленные числа. Как из этого равенства получить вот это? Очень просто. Есть такое понятие – производная логарифма. Смотрите, мы можем взять синус. Только для того, чтобы было соответствие, надо, вот здесь вот это равенство, вместо х подставить пи х, а не другая логарифма. А мы видим, что более похожее. Здесь, когда будет пи х, а здесь скрытится. Это то же самое, что сделать за недвижение. Так вот, возьмем логарифм от синуса и модификс. Чему? Понятно, что в заминате будет синус пи х, а вверху будет производная синуса. Это косинус пи х. Ну и ничего, сколько там лад пи х, то еще пи х. Это как раз нескаталось. Значит, логарифмическая производная от синус пи х в точность этой штуки. Хорошо. А что будет, когда мы возьмем логарифм от этих логарифмов произведений в сумму логарифмов? И, ну, логарифм пи просто, когда будет дифференцировать, это исчезнет, а вот производная от алгарифма х, ну, это одна несколькая. И здесь, соответственно, когда вы здесь пролгарифмируете, значит, на самом деле, разлагается как раз, получается вот эта штука. Но мы знаем это равенство. Значит, производная от алгарифма у левой и у правой части одинаковая. Вы, конечно, можете меня спросить, ну что? Ведь там есть точки, в которых функция обращается к нему. И, казалось бы, при переходе через эти точки должна возникнуть проблема. Потому что, хотя у нас и в окрестностях все оказалось, но там-то проблема. Ответ нет. Мы доказали это равенство для вещественных чисел. Но это аналитические функции. И левая часть, и правая. А если аналитические функции совпадают в некоторой окрестностях, то они вообще совпадают. Правда, есть такой вопрос. Мы же про производное доказали совпадение. А вдруг производные не совпали, а сами функции не совпали. Что это означало? Что они отличаются на константу. А сами функции в сколько там раз? Но, первое замечательное пределы. Если вы посмотрите при очень маленьких х, то и левая, и правая часть это примерно пх. Мы доказали таким образом разложение функции. Ну, синус х и синус бх в бесконечном предъявлении. Из этого очень много интересных следствий. Ну, самое такое очевидное простое. Если вы в этом реальности просто раскроете скобки, посмотрите специально при х2, то получите замечательную вещь для суммы обратных квадратов. Если вы тут же посмотрите не х2, а х4, то, соответственно, для суммы 4 ступеней и так далее. Давайте сделаем эту работу аккуратно и получим замечательную форму, которую в свое время получил Леонард Эйкер, которая связывает сумму рядов вида единицы 3 на n в четкой степени, и где-то прибегаются неправильные числа с так называемыми числами вернулими. Посмотрите, что мы можем делать. Во-первых, обозначаем у равно пх. То есть вот в этом месте будет пи, катандинс у. Ну, вот если отдельно выделяем строгаемое одноиксовое, одноиксовое это пи делить на у. И для Леонард Эйкер объединяем их в пара. Будет двоих делить на х, когда минус Эйкер. Не ошибся, я помню, что у равно пх во всей этой форме. Все хорошо. Теперь делим на пи и умножаем на у. Здесь получается единица. Здесь вот двойка сюда ушла. И теперь смотрите. У нас вместо х надо сюда подставить у китых. И знак поменять. Будет n квадрат минус у квадрата, это и на пи квадрат. Если на пи квадрат мы можем числитель из именателей, и на пи квадрат, да еще вспомнить, что я буду долгой х, и я сейчас пишу у, потому что мы делили на пи, то вот как раз это получится. Хорошо. Осталось чуть-чуть вынести у квадрат и пи квадрат и n квадрат. В числителе останется единица, а в дневнатии 1 минус у квадрат на пи квадрат. Теперь видно, что это бесконечная гематическая прогрессия. И, собственно, и у первой член будет такой. Поэтому получается вот такая форма. Просто вот это расписано как бесконечную сумму и не забываем. Поэтому здесь у неровнее начинается с единицы. ну дальше легко меняем порядок суммёр. У нас здесь получается у в степени 2k, единица в or のπ в степени 2k, и вот эта штука, это так называемая цИмера функция. То есть единица разделить на 1 степень 2k, плюс единица разделить на 2 в степени 2k, плюс единица разделить на 2 в степени 2k, плюс единицака на 2 степени P и так далее. И вот в этом разложении коэффициент π в степени 2k равен такой величине минус 2 умножить на здесь функцию, а 2k разделить на π в степени 2k. Это так мы разбирались с правой частью. Смотрите, у меня в паркаре, я вообще не участвовал, просто я работал с этим проводом, а теперь, естественно, надо взять на оборот катанас. Ну, а как это делается? Для косинуса и для синуса есть форму лейлера. Косинус у это е в степени у плюс е в степени минус у пополам. И синус это е в степени у минус е в степени минус у на 2. Это катанас, это косинус делить на синус. Поэтому мы должны на синус делить, и у нас поднимется двойки от синуса и от косинуса исчезнут. Получится такая вещь, е в степени у плюс е в степени минус у, следить на е в степени у, минус е в степени минус у. Доможим числительный знаменатель на е в степени у, получится такая дробь. И делаем замену. z равно 2y. Тогда здесь е в степени z, здесь е в степени z, а здесь z пополам. Получили y катанас, y это z пополам умножить на е в степени z плюс z. Если вы отсюда вынесите единицу, ну то есть вот эту двойку запишите как единица, то есть должен останется, то получится вот такое равенство. Вспоминаем. z разделить на е в степени z и минус е в степени. Это очень важное в математике выражение, для разложения которого в степени z в введены числа. Называют их числа временем. Вы просто должны записать ряд для е в степени z, вычесть единицу, сократить z и обратиться. То, что получится, называется число временем. Значит, мы умеем здесь разлагать, ну надо, не забудьте, конечно, подставить, вместо z, а потом 2y. Мы умеем здесь разлагать ряд. Знаем коэффициент при y в степени 2k. Ослышается написать? Я написал, там суммированный порядок, в сумму, что у нас же здесь было написано для k. Поэтому мы убирайте определенную суммирование при bk. Что осталось делать? Вместо z подставить 2y. Ну, порядок или 2, и y в степени k. Вспомните, что все это надо не k, а 2k. И приравнять вот этот коэффициент к тому, что там толщина. Поехали. b2kp умножить на 2y. Это будет шефер. То есть, в степени 2k, в степени 2k в тряпу. Равняется y в степени 2k. Нужно минус 2. Это 2k, в степени 2k. Ну, у нас, это правильно, коэффициент и y в степени 2k. Поэтому, сколько я уже могу написать? И умножаем обе части на 2y в степени 2k. Понимаем, что y в квадрате это минус 1. Значит, здесь минус 1 в степени k. Да еще минус, поэтому минус 1 в k минус 1. Здесь 2 в 2k. И еще одно главное, значит, 2 в 2k минус 1. Если мы сумеем вычислить число первого времени, то тем самым мы найдем значение сита функции Бейлера в черной точке. Ну, принципиально вычисление числа первого времени никаких сложностей не составляет. Вы просто должны обратить степенной ряд для 2k минус z минус z. Однако, есть и некоторые упрощающие виды. Давайте посмотрим. И это позволит вам, при желании, даже вручную нескольких первых значений вычислить. Поговорим о числе первого времени. Мы уже знаем равенство y на y. Это z пополам, плюс z в степени h, плюс z в степени z минус 1. Где z это 2 и y. Поэтому, вот эта функция чертая. Ну, ведь смотрите, это не чертая функция y. И катанность не чертая. Впрочем, то, что эта функция чертая, можно просто подставить вместо z минус z. Посчитали, посчитали, получитали. И у нас все получилось. Отлично. Что значит, что чертая функция? Ну, что вот эти вот числа, b3, b5 и так далее, это все нули. А b1 это минус 1, 2, чтобы уничтожить из этот полон. b0 это минус 1. Можно посмотреть. Ну, в принципе, это потому, что производная функция е в степени z в 0 это минус 1. Значит, мы уже знаем все не чертые и знаем b. Впрочем, если мы выведем регурентное соотношение, то все будет хорошо. Регурентное соотношение получается очень просто. Вот здесь, в данном порядке, умножаем мы части на е в степени z минус 1. Тогда мы части z это е в степени z минус 1 умножить на вот такой степени 0. Но е в степени z минус 1 это сумма, пока больше 1 или равно 1, z в карте делить на графе 1. Ну, а степени 0 здесь можно переписать. Умножаем. Но при этом у нас рисует коэффициент при z в степени m. Для этого давайте сделаем так. Чтобы получить z в степени m, надо взять отсюда z в n в степени, а отсюда z в степени m минус n. Значит, суммирование по n больше или равно 0, а не меньше m. n в степени пришел отсюда, и m минус n в степени пришел отсюда, потому что k как раз есть m минус. Отлично. И что же это соотношение мы получаем? Вот такой эффект должен равняться единице, когда m равно единице, и 0, когда m больше единице. Просписывая каждое такое соотношение, мы можем действительно посчитать очередное число. По очереди одну сутднюю считать. Но если все сделаете и подставите вот эту формулу, то получим начать результат. И вот так. zi до 2, pi в квадрате в кастрюлю на 6, на которую мы все помним наизусть, и я единице, что это результат замечательный. От 4, pi в 4, pi в 90, это только 6,5 кумин, но не все. Вот это, чаще всего, я уже не помню. zi до 6, это pi в 6, pi в 90, да, 945. От 8, это pi в 80, делить на 9450. Дальше еще уже. От 10, это pi в 10, разделить на 93,555. И, наконец, от 12, это 691, pi в 12. Разделить на 638 миллионов, 512 885. Ну, при желании, причем, может, не дальше считать. Современные кастрюлютры дают большие возможности. Но, пожалуй, интереснее сказать вот что. Очевидно, что zi до 2 ка при стремлении к адрес конецности становится все ближе и ближе единице. Так что с довольно большой точностью вот эта единица. Теперь смотрим, что здесь. Ну, это отвечает за знак. Это 2 pi в 0,5. А здесь фатериал. Получается, что 2 k это число вернули, то что здесь туда знака. Это примерно 2 k фатериал разделить на 5 степень 2 k, 2 степень 2 k. Получается, что число вернули очень быстро растут. Потому что фатериал растет гораздо быстрее, чем 2 степень 2 k. Извините, что нам было очень быстро растут. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...